Проверка действительно это один из очень важных моментов введения предпринимателей в деятельности. К сожалению, могу отметить, что по-прежнему у нас функционирует на территории республики и в частности федерации в целом огромнейшее количество проверяющих и контролирующих органов. Мы с торговой промышленной палаты недавно совместно подготовили здание, журнала «Проверка», где мы пытались собрать краткий экскурс для предпринимателя в удобном таком простом формате, с чем он может столкнуться и как вообще должно производиться проект. Когда мы готовили материал, мы начали считать и делали строительство по всем проверяющим органам Республики Терстан. У нас появилось, что получилось, что в данный момент в строительство попало аж 44 контролирующих органов, которые действуют на территории Республики Терстан. Это федеральные и Республиканские контролирующие органы. Кроме того, есть органы муниципального контроля, которые мы туда в этом журнале стали включать, ввиду того, что их на самом деле еще большее огромное количество. И, конечно, каждый предприниматель, то есть я уже не по-настоящему не знаю, когда общаешься с предпринимателями, особенно крупные предприятия, крупные предприятия крупного и среднего бизнеса, они часто сталкиваются с тем, что проверки у них даются в течение 365 дней в год. Причем многие из этих проверок являются либо плановыми, либо не плановыми, но согласованными, либо в рамках административного расследования проводятся, но, сменяя друг друга, к ним постоянно приходят различные проверяющие контролирующие органы. И еще часто бывает это связано с тем, что крупные компании, они часто имеют не одно юридическое лицо, а несколько юридических лиц, но они функционируют в целом в едином режиме и механизме и проходят, я сейчас повторяю, проверки в течение 365 дней. То есть, с одной стороны, без проверок функционировать, в принципе, нам нельзя, потому что контролирующие проверяющие органы должны проверять, как работает бизнес, те же самые налоговые органы и многие другие, то есть они должны отслеживать, вы помните прекрасно, случаи, когда, скажем так, снижение роли проверяющих органов иногда приводили к трагедиям, несчастным случаям, связанным с гибелью людей, то есть, когда проверяющий не смог вовремя отследить и проконтролировать, ввиду того, что он не имел доступ на этот объект вовремя, после этого на этом объекте бывало даже, что гибли люди эти греческие ситуации, к сожалению, в Казани происходили. Поэтому без проверок совсем нельзя, но найти вот этот здравый баланс и здравую середину между количеством проверок, их здравым смыслом и их необходимостью, это сейчас задача действительно очень важная, она, надо сказать, что достаточно непростая. Нашему институту недавно президент Российской Федерации написал изменение в закон, а у полномочий, она также в Российской Федерации, а также в некоторые, в другие нормативные правовые акты. Теперь у полномочий региональных, в ближайшее время появится тоже полномочия участвовать в проверках, то есть сами на виду с контролирующими проверяющими органами мы сможем принимать участие для того, чтобы на месте уже оказывать предприниматель в содействии. Но надо понимать, что нас на всех не хватит, мы не сможем в каждой проверке принимать участие, но практика этой работы выявляет на системные проблемы и носить предложение по изменению действующей регламентной законодательства, я думаю, что эта работа достаточно активно у нас будет сейчас вестись. Ну и плюс мы достаточно активно сотрудничаем с прокуратурой, по данному вопросу, что в прокуратуре в СССР есть полное понимание и необходимости решения данной проблемы, решения проблемы большого количества проверок. И сейчас, как раз, у нас идет серия консультаций, которые, в принципе, я думаю, тоже должны дать достаточно хорошие деньги.